Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои покупки из магазинов Эльдеботе и Золотое яблоко. И давайте начнем с магазина Эльдеботе. Заказала я себе палетку от марки Rare Beauty. Насколько я знаю, палетки эти вышли в двух оттенках, но у нас только представлена в одном оттенке эта палетка. На сайте сейчас скидка, плюс у меня были бонусы. Я за эти бонусы в разделе подарки купила купон, который давал дополнительную скидку 600 рублей, воспользовалась этим купоном. И мне палетка обошлась, ну, более-менее, ну, бюджетно, наверное, сложно сказать, но, по крайней мере, я считаю, что выгодно. Обошлась, особенно если посмотреть, сколько полная стоимость этой палетки. Такая коробочка. И давайте посмотрим на саму палеточку. Меня здесь в первую очередь привлек дизайн. Мне чем-то отдаленно дизайн напоминает по дизайну косметику от марка Джейкобса. А у него мне очень нравился дизайн упаковок. Плюс я ничего не пробовала от этой марки, захотелось чего-то новенького. Оттенки мне показались привлекательными. И я решила приобрести. Вот такая здесь информация. Как вы видите, объем небольшой. Один оттенок, который круглый посередине, 1,20 грамм. И остальные шесть оттенков по 0,65 грамм. И давайте с вами откроем и посмотрим. Вот так она выглядит. Сейчас я закрою зеркало. Как вы видите, зеркало здесь достаточно большое. И мы с вами будем смотреть. Крышка полностью не открывается. То есть вот так она откидывается. Я так поняла, что второй вариант в более холодной гамме. Но так как у нас один представлен, как говорится, выбирать не приходится. Ну, я такие оттенки тоже люблю. Поэтому решила, что мне палетка нужна. Давайте с вами смотреть. Такой шершавенький оттенок. Как вы видите, это глиттер. Так. Конечно, интересно, будет ли в процессе макияжа глиттер рассыпаться. Как он будет на веки держаться. Так. Я поняла, что я не приготовила, чем мне стирать с пальцев косметику. Дальше с вами смотрим. По сводчиму мне пока сложно сказать. Пока впечатления у меня неоднозначные. Мне очень нравится дизайн палетки. Мне приятны оттенки. Палетку приятно держать в руках. Ну, конечно, ну, что я считаю минусом. Минусом именно в том плане, что палетка стоит небюджетно. Что небольшой объем. Ну, и, конечно, глиттерный оттенок, который самый большой по объему. Я бы, конечно, предпочла, чтобы здесь лучше, может, какой-то оттенок был, не знаю, дуахрома или просто какая-нибудь сияшка, но не глиттерная. Потому что глиттерами не все пользуются. И, соответственно, получается, что как будто бы вы приобретаете шесть оттенков. Ну, конечно, надо делать макияж, пробовать все. Как палеточка вот легко закрывается. Ну, вот по сводчим, если смотреть, то, мне кажется, ну, сводчик как вот и в более бюджетных палетках. Так, стираю сводчи. Мы с вами будем дальше смотреть. И, кстати, в качестве подарка за заказ мне положили вот такие влажные салфетки. Давайте покажу информацию. Ну, как говорится, мелочь, но приятно. Лучше, чем ничего. Ну, я сначала на большую сумму всего в корзину добавила. И тогда у меня там еще какие-то подарочки были. Пробники ароматов. Также я знаю, например, сейчас идет акция у Too Faced. Если вы на 4000 приобретаете, вернее, от 4000 товар, то там, по-моему, миниатюрка туши идет в подарок. Возможно, еще какие-то акции есть. Но я в итоге все посмотрела и решила, что вот пока мне там в ближайшее время ничего не нужно. Дальше мы с вами переходим к заказу из золотого яблока. Я делала два заказа. На сайте была такая акция. Были даны два промокода. Один промокод давал скидку 2000, если ваш заказ был на сумму 6000 рублей. И, по-моему, на сумму от 3000 рублей был промокод на скидку в 1000 рублей. И первое, что я заказала, это были, во-первых, палеточка от ViziArt. И вы представляете, я ее когда заказала, у меня в корзине появилась пометка, что это последняя палетка. И после того, как я ее оплатила, я опять зашла в этот бренд на сайте и увидела, что уже на этой палетке написано «Нет в наличии». Давайте покажу вам информацию. Я давно уже хотела попробовать тени от этого бренда. Много слышала. Я так понимаю, что это профессиональная косметика. И слышала, что здесь очень хорошего качества именно матовые оттенки. Палетки эти не бюджетные. Ну, так как у меня по промокоду получилась скидка 2000 рублей, еще я бонусы списала, то, ну, относительно вышло недорого, скажем так. Вот так это выглядит палетка. Сама упаковка приятная. На первый взгляд, все так сделано качественно. Вот здесь на магните. Вот так она открывается. Зеркало. И давайте я сейчас закрою зеркало, и мы с вами будем смотреть. Мне самой, конечно, интересно всем начать пользоваться, попробовать. Здесь пленочка. Я сначала думала вот такого же размера палеточку приобрести в такой, в больше фиолетовой гамме. Но потом посмотрела обзоры. Здесь, кстати, вот такая, как пластиковая была защитная штучка. Посмотрела обзоры и поняла, что очень палетка схожа с палеткой от Эвелина, вот в фиолетовой гамме. Даже нашла обзор, где их сравнивали. Также, возможно, я бы приобрела палетку в более холодной гамме. По-моему, она называется Кашемир. Но ее в наличии не было. И так как я все-таки делаю макияжи и в теплой, и в холодной гамме, а здесь, к тому же, мне понравились очень вот эти оттенки, и фиолетовый мой любимый есть, то я решила, что я закажу эту палетку. Вот этот оттенок дохром. Я еще, конечно, подумывала о палеточке-четверочке, но потом решила, что пока обойдусь. Хочу сначала попробовать эту палетку. Ну и, возможно, мне одной палетки будет достаточно, чтобы пользоваться, чтобы ознакомиться с брендом. Как вы видите, здесь больше матовых оттенков. Мне кажется, интересно, что можно и в холодной гамме макияж сделать, и в теплой гамме. Мне кажется, я не все оттенки показала вам. Вот я сейчас смотрю сама. Ну, конечно. Как всегда, сказала вам, как мне понравился этот оттенок, и не показала вам. Все, теперь, насколько я вижу, все оттенки я набирала. Сейчас я оттру пальца, и мы с вами будем дальше смотреть. Покажу сейчас, что еще было в первом моем заказе. Дайте, наверное, эти сводчи тоже сотру. Освобожу место. Я приобрела марки, которых у меня не было. Периодически вот хочется что-то новенькое попробовать, что-то интересное. И в этом заказе у меня была еще палетка от корейской марки Клио. Насколько я поняла, это, ну, можно так сказать, люксовый сегмент. Вот такая здесь информация. У меня палетка в номере 14. Вот такое название. Вы знаете, что мне интересно пробовать корейскую косметику. Всегда интересно какие-то для себя новые бренды находить. И вот так выглядит упаковка. На первый взгляд она может показаться очень простенькой, но, вы знаете, она вот прям ощущается, что качественно сделана. Палетка чувствуется в руке. Такая тяжеленькая, основательная. Давайте покажу сзади информацию. Вот так здесь оттенки написаны. И посмотрим, как она выглядит внутри. Здесь у нас тоже такая заглушечка защитная с рисунком. Кисть двухсторонняя. Она, как вы видите, в пленочке тоже интересно будет. Мягкая. И оттенки. Мне по фото показалось, что она больше в холодной гамме. Заинтересовала меня палетка. Давайте смотреть. Так я, конечно, плохо оттерла от Визиарт. Вот, пальцы. Сейчас, чтобы нам более достоверно смотреть сводча. Я сейчас получше ототру. Я просто собралась уезжать уже. Настроилась, собралась. Но потом решила, что потом времени не будет показать вам свои новиночки. Ну, мне хотелось бы уже начать пользоваться, пробовать. И поэтому я так вот спонтанно села снимать. И, конечно, даже вот забыла подготовить ватные диски с мицелляркой. Чтобы мы с вами более оперативно могли смотреть все. Так, вот один оттенок я набрала. Давайте дальше смотреть. Ой, прям такой, как мягкий немножко оттенок. А вот этот, наоборот, такой шершавенький. Очень вот этот оттенок нравится. Такие я тоже люблю. А здесь, посмотрите, какая красота. Я обзоры смотрела. Я так поняла, что вот этот оттенок с блёсточками, он достаточно хорошо держится на веки. Не должен осыпаться. И, конечно, очень красиво. Я просто видела в обзорах макияжа с этой палеткой. И, конечно, просто очень красиво всё выглядело. Для меня это новый бренд. И мне, конечно, очень интересно попробовать. Много светленьких, как я люблю. Они у меня как-то быстрее всего расходуются. Поэтому я рада, когда они присутствуют в палетках. Такие оттенки неяркие. Но, насколько я знаю, в Азии не делают яркие макияжи. Там больше, наверное, макияжа подчеркнуть. Красоту глаз. Ну, получается неброско, невычерно, но при этом красиво. Ну, по крайней мере, мне нравится макияжи, когда я смотрю блогеров из Азии. Такая у нас красота. Я бы, возможно, ещё что-то приобрела от этого бренда. Я, когда была в Золотом Яблоке, подходила к стенду с этой маркой. Но у меня сложилось впечатление, как будто там вот остатки распродают. Потому что особо там на стенде ничего не было. Смотрите, как всё сияет. Очень довольна. Мне, наверное, вот пока по моим внутренним ощущениям, эта палетка на данный момент ближе всего. Как-то вот больше всего на меня впечатление произвела. Потому что на первый взгляд кажется, что такая простенькая упаковка. Палеточка невзрачная. Но как это действительно и на сводчах красиво смотрится. Ну и, как я уже сказала, я всегда смотрю обзоры. Смотрю, какие макияжи получаются. И, конечно, мне очень изначально палеточка понравилась. Но вживую оказалась даже ещё лучше, чем я ожидала. Так, это был мой первый заказ. И давайте покажу второй заказ. В первом заказе я как раз воспользовалась промокодом на скидку в 2000 рублей. И во втором заказе я воспользовалась промокодом, который давал скидку в 1000 рублей. И что меня заинтересовало. Ещё один корейский бренд. Я, честно говоря, всё время забываю, как он правильно произносится. Я называю просто далее. Как-то дирдали или как-то так. Причём я смотрела обзоры, я слышала, как бренд называют. Но вот почему-то серия в одно ухо влетела, в другое вылетела. Я так понимаю, что это тоже, ну, можно так сказать, можно отнести к сегменту люкс. Ну, по крайней мере, по цене. Здесь у нас в палетке 9,7 грамм. Первоначально я хотела другую палетку, которая была представлена в трёх оттенках. Но на сайте можно было заказать только в тёплой гамме. А та, которая мне в холодной гамме понравилась, она, ну, было написано, что в двух магазинах есть. И вот я поэтому ездила в Золотое яблоко. Но, видимо, какая-то была путаница, и в магазине палетки не оказалось. И так как мне очень хотелось от этого бренда всё равно попробовать косметику, я потом посмотрела разные обзоры и остановилась на вот этой палеточке. Когда я заказывала на косметику на эту, была на сайте скидка 40%. Вот такая здесь информация. И плюс ещё была акция. Если вы приобретаете косметику этой марки на сумму от 3000 рублей, то в подарок шёл набор тинтов. Вот так здесь плёночка. Зеркало. Палетка. Очень много палеток, либо изначально представлены в тёплой гамме, либо в холодной гамме, как мне показалось, разбирают быстрее. Ну, либо я так вот поздно узнаю про какие-то бренды. И получается, что в наличии только в тёплой гамме есть палетки. Вот так она выглядит. Вы знаете, вот если у палеточки Клио вот прям тяжёлая палеточка ощущается в руке, кажется, что что-то такое дорогое, люксовое, вот держишь, то здесь упаковка пластиковая, очень лёгкая. То есть, когда держишь эту палетку, ну, по крайней мере, у меня не возникает ассоциации, что я вот что-то, да, держу дорогое такое. Такое из разряда люкс. Ну, вы знаете, вот из той косметики корейской, которая у меня есть, ну, и от более бюджетных брендов, мне кажется, мне всё понравилось. У меня и рука тянется, и мне всегда нравятся, какие макияжи получаются. И я рада, что, ну, моя коллекция, скажем так, косметики пополняется косметикой корейских брендов. Так, я вот с вами болтаю и даже забываю, какие я тут оттенки набирала, представляете? Бывает же такое. Так, ладно, вот так. Смотрим. Здесь, видите, такой мелкий-мелкий шиммер. Кстати, матовые оттенки прям шелковистые. Как будто вот шелка касаетесь. Ну, конечно, на сводчих едва-едва что-то видно. Ну, знаете, не хочется вот это пальцем прям возить. 20 слоев сводчина слаивать. Вот в один слой вот так выглядит. Мне нравится. Ну, которую я изначально палетку хотела. Она, ну, похожа. Вот внутри она другая по дизайну, а так вот, ну, схожая. Ну, прям легкая. Но при этом все равно ощущение, что что-то качественное. И так как мне хотелось еще получить подарок, а палетка эта у меня проходила со скидкой, промокод проходил, и, естественно, на минус промокод она выходила меньше трех тысяч, и подарок не полагался. Я для того, чтобы получить подарок, добавила еще в свой заказ кисти. На них тоже была скидка 40%. Я подумала, что, ну, у меня, например, для макияжа глаз, как я считаю, всегда кистей недостаточно. И также мне, конечно, хотелось корейские кисти попробовать. Ну, я выбрала вот две кисти для макияжа глаз. Мне кажется, каждая кисть стоила со скидкой на сайте 599 рублей, если я ничего не путаю. Но так как у меня сработал промокод на тысячу рублей, то мне вот каждая из трех позиций вышла дешевле. Так, первая кисть. Очень-очень тактильно. Вот приятная кисть. Я люблю такую форму. Про качество пока ничего сказать не могу, естественно. Давайте покажу вам информацию. Я сначала думала, так, это у нас номер 153. Я сначала думала, знаете, может заказать кисть для лица. То есть у меня по цене выходило, чтобы подарок получить, либо вот две кисти для макияжа глаз, либо вот я могла одну кисть для макияжа лица добавить. Так, вторая у нас идет в номере 157. Так, кисть с укороченным, гладким, эластичным ворсом. Идеально подходит для стойкого и равномерного нанесения теней и продуктов с пудровой текстурой на кожу. Такая информация. Здесь я вам не прочитала. Давайте тоже покажу. Так, а это у нас первая специальная кисть для растушевки. Предназначена для нанесения теней для век и создания дымчатого макияжа. Я, кстати, вот такими кистями и, бывает, затемняю край веком неудобно. Так я бы сходу не сказала, что она для растушевки. Тоже очень-очень приятный тактильный ворс. Не знаю, конечно, как они будут себя в макияже вести. Кстати, вот здесь номера я не заметила. Да, вот номера отмечены. Такие у меня кисти. И в подарок давали вот такой набор тинтов. Посмотрите на эту маляпоську. На камере выглядит более крупным, чем на самом деле. Мне кажется, вот со спичечный коробок размером. Ну, может, чуть длиннее. И, насколько я видела, такие наборы можно купить отдельно. Вот такой набор. Ну, сначала его не было в наличии. Потом, я смотрю, появился. Мне кажется, больше тысячи рублей такой набор стоит со скидкой. И вот здесь у нас с вами идут тинты. Шесть штучек. И что мне нравится, что они такие маленькие. В сумочку положить. И вот, знаете, из серии и попробовать. И при этом не будут у вас годами лежать. Давайте с вами посмотрим. Я сейчас вам быстренько покажу оттенки. Мне само интересно. Надеюсь, они ототрутся, потому что мне уже выходить надо. Давайте вот здесь будут такие маленькие сводчики делать. Муссовая такая текстура. Аромат. Мне аромат цветов напоминает. Знаете, вот что-то знакомое крутится в голове на что-то похожее. Ну, насколько я знаю, Дели это, по-моему, переводится как пион, если я ничего не путаю. Может, я не помню, если честно, как пионы пахнут. Вот что-то тут такая, мне кажется, что такая цветочная, как отдушка. И тут так мало, даже жалко на сводчик тратить. Мне кажется, это еще хороший вариант, знаете, попробовать, какие вам оттенки идут. Потом, например, если есть подобные, полноразмерки заказать. Ну, знаете, стенд вот в самом магазине тоже настолько бедненько выглядел. Вот у меня лично сложилось впечатление. Ой, это как? А, нет, вот так. Сложилось у меня лично впечатление. Вот как будто, знаете, когда-то завезли. И вот то, что еще не раскупили, стоит на стенде. Но, может, я ошибаюсь. Мне кажется, я или внимания раньше не обращала, или не было этого бренда, ну, по крайней мере, в тех магазинах, куда я раньше заезжала. Ну, я, во-первых, давно уже не была в Золотом Яблоке. И именно вот в этом Золотом Яблоке я ездила на неглинной галереи Золотой Яблоко. Это станция метро Трубная. Вот, я там не была до этого. Мне кажется, даже его и не было, этого Золотого Яблока, когда я раньше ездила. Ну, либо я что-то упустила. Так, и вот такой еще оттенок. Я подобные оттенки использую. Мне, конечно, будет очень интересно попробовать. Ну, если они еще стойкими будут из серии. Вы знаете, с утра нанесла, поехала в парк или куда-то с ребенком гулять на целый день, например, где-то попила, где-то перекусила. Если еще при этом все это будет держаться, мне кажется, ну, прям отлично. Ну, либо вот с собой в сумочку бросили. Всегда можно где-нибудь макияж подправить. Мне здесь особенно сияшки нравятся. Вы знаете, вроде их вот так не видно, но при этом они как-то очень деликатно, я бы даже сказала, как-то дорого, элегантно смотрятся. Ну, у меня, по крайней мере, такие впечатления. Конечно, надо на веках все смотреть. Но я рада, что я сделала заказ. У меня в мае день рождения. Я обычно, ну, всегда перед днем рождения, ну, что-то для себя в подарок приобретаю. Из того, что либо, ну, может, знаете, давно в хотелках было. Либо, ну, просто бывает вот такое настроение, желание что-то новенькое попробовать, чем-то себя порадовать. И я, конечно, думала, надо мне или не надо, но решила. Живем один раз, когда пробовать, если не сейчас. Если вот есть желание, есть потребности, возможности, то почему бы и нет. Все вам показала, рассказала. Напишите, пожалуйста, пробовали ли вы эти марки. Может, у вас тоже что-то от этих брендов есть. Или, может, вы еще какие-то интересные бренды знаете. Я же буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.